Девочка Шла была девочка. Её она очень сильно любила красный цвет. И одним днём мама позвала девочку. Сказала, доченька, пожалуйста, принеси бабушке пирог. Она сказала, хорошо, мамочка. Она как-то шла по дороге, и там мимо пробегал махнастый, ушастый. И глазастый. И вот этот махнастый, ушастый и глазастый сказал, девочка, девочка, отдай мне пирог, я очень голодный. Она сказала, нет, прости, волк, меня, пожалуйста, потому что мне этот пирог надо отнести бабушке. Бабушка долго лежала на кроватке, а вот этот ушастый, хвостатый и глазастый сказал, «Ты побеги по той дороге, а я побегу по вот той дороге». Девочка согласилась. Она пошла по своей дороге, а волк по своей. Они договорились, и волк сказал, я первый прибегу к бабушке. Если я первый прибегу, то тогда бабушка моя, я её съем. А она сказала, хорошо. Она пошла, схитрила, пошла по очень короткому пути. И первая добралась к бабушке. Бабушка сидела, лежала на кроватке. Потом кто-то постучался в звонок. Сказала, кто там? А девочка сказала, это я, девочка, твоя внучка. Она сказала, дерни за ниточку, и дверь откроется. Она дернула за ниточку, и дверь у неё открылась. Потом сказала, бабушка, бабушка, поскорее спрячься в шкаф, а то волк сейчас придёт и тебя хочет съесть. А я спрячусь под кровать. Волк пришёл, он знал, как открывать дверь. Он открыл дверь, а там никого не было. Он подумал, он ушёл. А они вылезли, и там, там был, там лежал колобок в волкином пузе. А тогда они вышли. Волк тихо подкрался и съел и бабушку, и красную шапку. Но потом у него пузо очень сильно заболелось, и он лопнул. Субтитры подогнал «Симон»